Привет! Сегодня пойдет речь о оборудовании для диагностики BMW, что нужно, какое оборудование, какие программы и куда это все устанавливать. Из приборов есть разные приборы на выбор. Это BMW и NET. Они отличаются по цене, функциям и поддерживаемым автомобилям, то есть козовам. Из доступных, более доступных, это BMW NET. Он поддерживает F и G кузова, с другими не работает. BMW INPO. Она работает, как правило, для старых автомобилей, для E-серии. Тот, который без переключателя до 2008 года, с переключателем до 2009. Для более старых, до 2000 года, нужен или BMW i-com, или BMW INPO, но компортовая. И, в принципе, будет предпочтительнее INPO компортовая, потому что BMW i-com, по опыту клиентов, не всегда, не со всеми кузовами может работать, но если рассматривать старые. Старые до 2000 года. Также есть BMW сканер. Есть 1.4, есть еще более старые версии. У них идет своя программа. То есть, если эти универсальные, работают с разными программами, то у этого идет своя программа. И функционал ограничен только теми функциями, программи, которые есть. Из недавнего, человек спрашивал, кто уже интересовался BMW сканером, говорит, что он занимается автоподбором, говорит, что в BMW сканере проще проверять пробег автомобиля. Из большего функционала приборов, это VX-Diag, относительно недавно появился, и BMW i-com в обычном корпусе, или в новом BMW i-com Next. По функциям, из той информации, которую я встречал, они как бы схожи. То есть, сказать 100%, что они там один в один работают, нельзя. Но, в принципе, где-то похожий функционал. Работают, если эти только проводные, то эти уже идут беспроводные. Подключение по кабелю, или по Wi-Fi. То есть, в принципе, это основной список оборудования для диагностики BMW. Также можно озвучить, напомнить, что есть... Ну, это оборудование, как правило, используется для автосервисов. Ну, если брать, допустим, вот эти, судя из цены, потому что работать на одной машине, не всегда кто-то хочет тратить такие деньги. Также из более доступных есть ELM-327. Они... Ну, это, в принципе, универсальный прибор. Под него есть программы для BMW. То есть, ELM-327 Bluetooth или Wi-Fi. Для Android Bluetooth, для iPhone Wi-Fi версия. Под ELM есть программы. Например, BMW VOD, Bimmer Code, Bimmer Link и Bimmer Tool. В принципе, вот этих программ хватит для диагностики и кодирования. Ну, единственное, что здесь есть ограничения по кузовам. То есть, они не будут поддерживать полный список кузовов, как дилерские приборы, которые мы до этого посмотрели. Ну, и по возможностям, также какие-то там функции по кодированию, по диагностике есть, но не 100% тех, которые есть для более дорогих приборов в BMW.com или в XDAх. Значит, по оборудованию понятно. Идем дальше. По программам. Основные программы, которые у нас заказывают, которые мы клиентам ставим, это... Ну, начнем не с диагностики, а вот по списку. Это BMW ETK. Это каталог запчастей. 2022 года версия. То есть, более новая версия, а не в онлайне. Также программа BMW IMPA, которая устанавливается вместе с такими компонентами, как Standard Tools, SP Datum, NKS Expert, WinKFP. То есть, это один набор программ для диагностики и кодирования. Плюс для кодирования еще есть отдельная программа, она называется BMW ESIS. И еще популярные по диагностике, это BMW ISTA-P. На текущий момент версия работает только с кузовом E, с E-серии. То есть, она идет для программирования и работает только с E-серии. Там более старые версии, там, не помню какие конкретно, но... Более старые раньше было разделение ИСТ-Д для диагностики и ИСТ-П для кодирования. Но сейчас ИСТ-П работает только с E-серии. Остальные кузова идут в BMW ИСТ-Д. Она для диагностики и кодирования. Эти программы работают, в принципе, со всеми этими приборами, которые здесь указаны, ну, кроме BMW сканера и кроме ELM-327. Единственное, что при установке этих программ нужно будет... Ну, если менять устройство, допустим, сначала поработали с одним, потом с другим. Например, если у вас два не i-com, а, например, два i-net и info, для старых, для более новых кузовов, то нужно будет менять настройки подключения. Ну, в принципе, это несложно делать, если через одну программу меняются эти настройки. Значит, по остальным возможностям, в принципе, вот эти все приборы работают с этими всеми программами, ну, за исключением вот этих ограничений по кузовам. Это основные программы, которые люди используют. Также есть дополнение к BMW Impa, это BMW Testa, BMW Dergini, ну, и там разные еще, их очень большое количество самописных программ, которые делают те или иные функции, те или иные задачи на автомобилях. По оборудованию куда-то, точнее, железу куда-то устанавливать, куда-то устанавливать программы, мы предлагаем такие услуги, как удаленная установка, то есть мы через TeamViewer подключаемся и удаленно вставим эти программы. Также есть возможность установить на жесткий диск. Также рекомендуем использовать SSD диски, более быстрые, твердотельные, то есть диски, в которых нет вращающихся частей, потому что в этих более старых они есть. Это более безопасно. Ну, самое главное, это более быстро. То есть SSD диск, он работает намного быстрее, потому что программы из TD и из TP имеют большое количество файлов, и при работе с ними, когда работает такой обычный диск, то программа загружается и, в принципе, в процессе выполняет свои задачи очень медленно. На SSD диске это происходит быстрее, плюс, если там происходят какие-то падения, то такие диски могут повредиться, так как там физически вращается элемент. В SSD дисках такого, они защищены от этого. Ну, либо вариант, допустим, если мы устанавливаем этот весь софт на жесткий диск, ну, соответственно, выбираем ноутбук, ставим этот файл на ноутбук, подключаем к прибору, проверяем на автомобиле, то есть настраиваем прибор, и уже вам отправляем готовый комплект, ноутбук с установленными программами и с оборудованием для диагностики. Либо вы сами можете выбрать из более крепких, те, которые мы используем на нашей практике, это линейка Dell, это либо, ну, их масса вариантов, но он таким из популярных, например, Е7440, он тонкий, без жесткого диска и, в принципе, хорошо работает. Примерно такого параметра, примерно с такими параметрами, то есть процессор Intel 5, 8 гигабайт оперативной памяти, 480 SSD. На текущий момент по оперативной памяти мы рекомендуем использовать от 6 гигабайт и выше, так как если у вас 4, то, например, в будущем, если вам нужно будет установить какую-то виртуальную машину или запустить несколько крупных программ, то вам это будет чуть-чуть сложнее, ну, то есть компьютер будет медленнее работать, поэтому мы рекомендуем 6 и более. Ну и плюс оперативная память, это одна из самых дешевых компонентов жесткого ноутбука, которую можно легко апгрейдить, то есть увеличить. Ну и, соответственно, здесь уже идет SSD диск. Под эти программы, под вот эти STD и STP нужно как раз где-то 420 гигабайт жесткого диска, плюс место для Windows, и это у вас останется несколько десятков гигабайт на будущее. То есть если вы планируете на этот жесткий диск ставить еще какие-то в будущем программы работать с другим программным обеспечением, оборудованием, то лучше сразу брать 1 терабайт, потому что этого жесткого диска 480 его будет мало. Также есть из более премиальной линейки, это тоже Dell серии XPS, это более премиальный, то есть он тонкий, в металлическом корпусе, с тачскрином, подсветкой клавиатуры, ну, в общем, более высокого качества. То есть если здесь этот, ну, он тоже хорошего качества, есть, например, корпуса, которые, как здесь, сверху металлические, внутри, где раздел под клавиатурой, он пластиковый, вот, то вот этот идет уже полностью, ну, тоже, в принципе, сверху и снизу металлический. Ну, короче, это более премиальная линейка, то есть это как альтернатива, если вы хотите сейчас, допустим, выбираете ноутбук покупки, новый какой-нибудь, например, там Asus или еще какой-то фирмы HP, то, как вариант, ну, я бы лично взял бы не новый, допустим, Asus, даже, может, с лучшими параметрами, но взял бы вот этот, потому что Asus, в общем, новые ноутбуки по схожей цене, они будут выглядеть, и, ну, практичность них будет намного ниже, потому что там корпус попроще, они могут там выходить из строя, плюс вот эти вот элементы, которые держат, крепежные элементы, которые держат матрицу, когда вы их разворачиваете, сворачиваете, они тоже бывают резко, бывает шлейфы гнутся, то есть премиальная линейка, но она премиальная, и она работает намного дольше, и с ней приятнее работать, ну, плюс, опять же, тут крутой экран и тачскрин. На этом все, то есть если подытожить, оптимальное решение для диагностики в автосервис, это какой-то из этих BMW VXDAH прибор, ICOM или ICOM NEXT, и программы ISTD и ISTP, IMPO, ESYS, и если с запчастями работать, то BMW и ITK. Если для личного использования и ограниченный бюджет, то есть не хотите там много тратиться, можно купить ELM-327, поставить вот эти программы, и в принципе вам, возможно, хватит, если эти программы вы проверите перед покупкой, поддерживает именно ваш кузов. Ну и максимальный комплект, это для простоты, когда вы выбираете, останавливаетесь на готовом решении, то есть мы выбираем ноутбук, выбираем, например, BMW ICOM NEXT прибор, ставим все программы, проверяем, и вам уже отправляем готовое решение, вам только останется подключить его к машине и начать работать. На сегодня все, в дальнейшем я тоже планирую записывать похожие видео по другим брендам, если это видео зашло и есть какие-то там пожелания, дополнения, напиши в комментариях, потому что интересно, чтобы в следующих видео это учесть, ну и подписывайся на канал, потому что таких видео будет много. На сегодня все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok